Помещик нашей губернии, служа с юных лет своих в досточтимом гвардейском полку, провождал там жизнь свою столь прилично, как и прочие военные гвардейского общества. Он всегда исправно говел и однажды в год сподоблялся святых тайн в полковой своей церкви и жил во всем, как и прочие дружные и верные товарищи, ни в чем не отклоняясь, ни от умеренного употребления вина, ни от общеупотребительной игры в клубах, ни от прочих удовольствий полковому званию свойственных. Женясь же на девице некоторого русского же именитого рода, но с пристрастием к иностранным обычаям, он вдруг пристранно изменился. В одно лето поехал он с женою к ее родным, прибывавшим на близком к Аглицким берегам острове Уайт, и повстречав там много людей недуховного звания, но о религии рассуждающих и весьма начитанных в Святом Писании, Сам их примером стал увлекаться и толковать себе иное, не столк послушливо, как учит Мать наша, Святая Вселенская Церковь, а каждый по-своему, и все воедино твердословие, якобы всему благому на земле, можно быть, токма от веры в Господа Иисуса и от любви к грешным, за коих проливалась святая кровь его на Голгофе. После же принятия такого духа все усвояли, будто какую-то неопределенную радость, и многие неизвестно о чем плакали и в жизни своей делали над своими привычками перевороты, не пили больше вина, переставали курить, не гневались и больше всего любили благовение и чистоту. Учением сим помещик, как бы савл озаренный, возомнил себя уж видящим небо от верста и стал проповедовать другим, а на следующее лето вызвал к себе познакомленного на том острове нарочитого предиканта, который тоже не курил и не пил ни вина, ни секера, но детей имел область и возил их всех при себе вместе с женою. А с духовенством насчет их главных дел практики ни о чем решительно спора не имел, ибо боялся, верно, что Нозеево в тесные колоды забьют или на скользком пути поставят. Он стал оспособлять хозяев, как наилучше говорить с простыми людьми о вере и как обращать их к верево Иисуса, а о всем прочем в церквах важнейшему умалчивал, и о жизненных доходах православного духовенства от треб для спасения душ верующих даже вовсе пропускал. Духовные, скоро это заметив, доложили владыке, что это такое и к чему клонят в неотдаленном времени. Услышав, что все это в наших Палестинах совершается, владыка пришел в превеликую гневность, которая не была отнюдь подобна пылкому и суетливому гневу светских правителей, а возгреваема духом благочестивой ревности, твердо и непреложно, к поревнованию пламенела. Дерзость же тех ожесточенных дошла до того, что они своего предиканта из деревенского дома даже в городской дом перевезли, и здесь всем дамским синклитом его слушали у предводительши, званной за свое изящное лицо Еленою Прекрасную. И что еще более, при тех предикациях был в послухах отец Георгий, то есть тот дамский духовник, который посвящен из княжеских заграничных учителей и иностранными диалектами объяснялся. Как скоро все сие стало владыке известно, то он, в величии гнева своего, не захотел немало этого дольше терпеть, и, велев заложить карету, сам поехал к губернатору. Но на езде раздумал прежде проверить все расспросом бывшего на предикации отца Георгия. Тогда он повелел ехать к его дому, чего тот священник не ожидал, и даже до того не допускал, что, увидев в окно остановившуюся карету и особо в ней помещающуюся в голубом атласном одеянии, полагал, что это не к нему, а к соседям к упчиха в салопе, и не трогался и оставался покоен. Когда же, наконец, известился о настоящем значении гостя, то выбежал к нему на всходы, встречу ему сделал, и кланялся и вел его под руки, направляя к скоро заказанному в гостиной чаю. Но владыка, будучи не в гостином настроении, не чаю ожидал, а ревнуя высшему, высшего и усматривал, и потому обнаружил нарочатую сухость, так что даже в гостинный покой и вовсе не взошел, а сел, не обинуясь со входа в предпокой. Где ожидающие простые просители в ожидании просимого ими у священника снемлются. И тут, с удивлением в голосе и в устах, спросил без предисловия. «Вы ли Алену исповедуете?» Но поп, будучи светск, показал хитрость и сделал выражение, как бы не понимая, о ком следует, и довел до того, что владыка по-настоящему имени предводительшу назвал. Тогда он отвечал, «Да, владыка, Елена Ивановна есть моя духовная дочь». «Запрети же ей принимать у себя этого иностранного развратителя», сказал владыка. Но поп снова представил, как бы не понимает, и побудил владыку точно так же по имени назвать предиканта. Тогда отец Георгий отвечал, что он такого запрещения сделать не отважится. «А для какой причины?» «Для нескольких причин, Ваше Преосвященство. Поясните оные». Отец Георгий стал пояснять. «Первая моя причина, говорит, та, что моего запрещения могут не послушаться. И я тогда буду через то, только в напрасно постыждающем конфузе». «Неубедительно», – отвечал владыка. «Это не что иное, как гордость ума. Излагайте другое». «Другое то, что предиканта того развратителем назвать будет несправедливо. Ибо он, хотя и иностранец, но человек весьма хороших правил христианской жизни и в предикациях своих располагает сердца ко Христу, а никаких церковных сторон не касается». Сказал владыка. «Вон вы как! А третье что?» «А третье, осмелюсь, буду представить вам, владыка, то, что духу веры православной не свойственно спрашивать циропкого всякого мнения, в чем-либо несогласного. А напротив, ей вполне свойственно похвальное веротерпимство и свободное изъяснение и суждение, как и у апостола на тот совет находим. Все слушать, а хорошего держаться». Но сей третий довод владыка дослушал с кипящим нетерпением и скрытно в душе наговорящего негодуя отвечал. «Да, то весьма хорошо, что вы мне привели нечто и от апостола. А не приведете ли вы еще чего-либо изъяснения, по скольким причинам у вас волосы главы вашей постоянно кратки и аламужиком кружат, а назарейской долготы не досягают?» «Не знаю», — отвечал Георгий. «Не подстригаете ли вы их о молодом месяце?» «Постригаю». «Напрасно», — сказал владыка. «Я делаю это потому», — сказал Георгий, «что многие говорят, будто если концы волос о молодом месяце подстригать, то от того рощение гораздо шибче бывает». «Оставьте», — кивнул владыка. «Это неверно». «А я вот сейчас прямо от вас поеду к губернатору, да скажу, чтобы он этого предиканта за хвост да за заставу». Но отец Георгий, как робости подчинения неприученный, отвечал, «Опасаюсь, что вы сделаете это напрасно». «Почему?» — спросил владыка. «Потому что губернатор его за хвост и за заставу выбросить не отважится». «Почему?» «Во-первых, потому что он ничего достойного выгнания не сделал». «Это ничего не значит». «Во-вторых, что он хорошего рода и уважения. И через то в европейских государствах нам вредные слухи распространены будут. И сие мне немало не важно». «А в-третьих, губернатор сам вчера у Елены Ивановны вечером предиканта за ширмой сидя слушал». Услыхав это последнее, владыка остановился и сказал, «Так для чего же вы мне об этом последнем с самого начала не сказали». «Из семи словами, вместо того, чтобы идти, как прежде намеревал, к выходной двери, перешел с веселым видом в гостиную и на ходу ласково молвил, «Если так, то и мне наплевать». Разумеется, презрение сие касалось апредиканта. Засим владыка кушал чай и мадеру, и в доброте своей шутил о деде своем, бывшем дьяконе, который при введении в моду нового ксересного вина этой новизне противлялся и ему внушал, «Имей веру, пей мадеру».